Скиф под номером 14. Продолжение начатого. Второй день фестиваля. Он уже не был таким франко-поющим, но атмосфера эклектики осталась. Интернациональная триоза всегда тая феминитых джаз-бендов. The Sonore первыми вышли на большую сцену. Питер Бродсман, король фри-джаза и сотоварищи устроили настоящий джем-сейшн. Три саксофона, странное многоголосие. А, это то, что я слышал на сцене. Сумасшествие. Хотя я и сам играл джаз несколько лет назад. Но тогда я еще ничего не сочинял. Понял, что джаз — это не моя музыка. Все, что я делаю, основано на импровизации. Недавно, например, я делал лайв-шоу в Брайтоне на юге Англии. Мы импровизировали вместе с Брайаном Ино. Это было что-то близкое к Underworld. Так или иначе, джаз для тех, кто не боится быть непонятым. Еще из бесстрашных — Безумец Филастин из США, который использует магазинную тележку, напичканную перкуссией, в качестве инструмента. Нельзя опускать из вида Макса Тундру, британского инструменталиста с баритоном прямиком из 60-х. Но мощнее всех были, конечно, итальянцы ЦУ. Барабаны, бас и саксофон с кучей примочек и плотным звуком. Последние два года ребята сотрудничают не с кем-нибудь, а с самим Майком Паттоном. А их совместные видеоклипы просто на загляденье. Инструментал от ЦУ подходит только под определение атмосферной крейзи. Энергичные и брутальные римляне привели зрителей в восторг. А вот сет британского электронщика Джона Хопкинса после выступления ЦУ был как контрастный душ. Да, ведь он играет легкий эмбиент. Я играю электронную танцевальную музыку с мелодическими вставками. Это быстрый бит, это эмбиент. Использую пару синтезаторов и тачпады. И миксую все это. Скиф в очередной раз открыл новые музыкальные имена российской публики. Многие из выступавших команд оказались в России впервые. И поэтому первым после фестивальным делом обновляешь свой плейлист.